Друзья, всех приветствуем! У нас супер настроение, хотим пожелать и вам отличного настроения. А оно точно будет, потому что мы очень ждали этой встречи. Один из главных оппозиционных политиков России, друзья, Илья Пономарев с нами на связи. Депутат Государственной Думы 5-6 созыва, Илья, рад тебя приветствовать. Ты даже себе не представляешь, как сильно я хотел с тобой поговорить в эти дни. Да, я на самом деле тоже. После того, как вчера были новости относительно новой серии расследований Алексея Навального, я все ходил взад-вперед по дому и думал, что что-то тут не так. Но вот пока я переспал в прямом смысле слова с этими новостями, в голове, наверное, все уложилось. И вот давай первыми именно друг с другом обсудим все-таки, что происходило. Да, это потрясающая новость. Весь мир взбудоражен, не побоюсь этого слова. В трендах номер один новый выпуск Алексея Навального по поводу его отравления. Прямо сейчас начинаем все это дело обсуждать. Ну и сопутствующие вопросы, а их у нас достаточно много, друзья, будет суперинтересный эфир. Поэтому очень быстро подписываемся на канал, ставим лайк, фейсбук, страница Ильи Пономарева, где он с вами лично общается. 24 на 7, поэтому подписывайтесь. Ну и побежали. Слушай, скажи, пожалуйста, как ты встретил новость и это видео? Ты его, очевидно, посмотрел. Но все-таки первые ощущения, которые у тебя возникли после просмотра этого видео? На самом деле я эту новость воспринял в два шага, потому что я вчера там летел в самолете, и у меня не было сначала возможности послушать, посмотреть видео. У меня была возможность только прочесть. И я поэтому сначала прочел, а потом уже посмотрел. И это было два совершенно разных впечатления, когда я это читал и когда я это смотрел. Потому что, когда я это читал, у меня было ощущение, ну вот оно, да, наконец, поймали людей с поличным. Леша молодец, красава. Все вот эту вот историю разыграл, довел до конца. Затянул Путина в петлю-ловушку и реализовал свою задачу. Потом, когда я пришел домой, я включил, собственно, телевизор и посмотрел, как это выглядело. И вот тут у меня начало появляться такое большое количество вопросов, на которые совершенно нет ответа. Но я привык обращать внимание на мелочи, тем более в такие вещи, которые связаны со спецслужбами, с какими-то криминальными делами. Именно мелочи они все определяют. То есть, внешность человека, как он говорит, что он делает, как люди сидят там. Вот такого рода вещи. На самом деле, у меня там очень много вопросов. Но я, наверное, сразу перейду сначала к выводу. То есть, что в итоге у меня ощущение, что это действительно легализация, как сказал Путин на своей пресс-конференции. Но только это легализация не иностранных спецслужб, данных иностранных спецслужб, а мне кажется, что это легализация российских спецслужб. Потому что предположить, что люди клинические идиоты, это противоречит тому, на самом деле, что мы в Украине видим относительно того, что происходит на внутриполитической сцене аннексия Крыма, война на Донбассе, люди зарабатывают там миллиарды долларов и так далее. Ну, я не могу предположить, что это делают клинические идиоты. Это противоречит моему здравому смыслу. Это примерно тот же вопрос, почему я, например, всегда считал, что в расследованиях Виктора Суворова по поводу начала войны Второй мировой есть как минимум рациональное зерно, если это там не все полностью правда, но как минимум в этом есть рациональное зерно, потому что действительно все официальные историки, они исходят из предположения, что Сталин был идиотом, слепо-глубхо-немым, не слушал ни разведку, не обращал внимания на здравый смысл, вообще ничего не видел, значит, и вдруг вот началась война. Я в это не верю, потому что вся остальная история, связанная с Сталином и с его злодеяниями, и с его достижениями, она вся показывает, что это очень умный человек, очень далеко считающий, вычисляющий и хорошо понимающий людей, в том числе, соответственно, понимающий Гитлера и так далее. И поэтому то, что есть вдруг какое-то резкое выпадение из правила, это не похоже. Так же и здесь, что у нас гибнут наши друзья, у меня погибло больше 10 человек знакомых, явно от политических убийств и преследований, которые делала эта власть и так далее. И я вижу, как они поступают, вижу, как они поступают в отношении меня, вижу, как они поступают в отношении других. Я нахожу следы работы российских спецслужб и в Соединенных Штатах, и в Украине. И вдруг начат, что вот здесь они такие все из себя квази-гениальные, то есть очень хорошо все понимают, считают, рассчитывают. А тут они там полные идиоты. То есть я в это поверить мне трудно. А главное, что меня начало наталкивать на эту мысль, это о том, что Навальный лично делает эти самые звонки членам банды-убийц. Значит, банда-убийц 3,5 года за ним следила. Кстати, само по себе это 3,5 года, это уже что-то из ряда вон выходящее. Потому что, я понимаю, 3,5 года может ходить за человеком наружка. Она может ходить 10 лет, действительно. В данном случае Путин был прав на пресс-конференции. Если государство считает, что человек работает на иностранную разведку, это как бы их работа, да, то есть ходить... Понятно, что в данном случае мотивация политическая, а не это, да, и это неправда, что говорил Путин, да, но там наружка может действительно ходить очень долго. Однако люди, которые за ним ходили, это не наружка, потому что наружка, она из другого управления, наружка из там бывшего второго управления, сейчас он называется там служба по борьбе с защитой конституционного строя, как-то так, борьбы с терроризмом. Вот, ну это вот второе, значит, управление КГБ, контрразведка, да, а, значит, эти ребята, это техническая служба, она не входит в это самое второе управление, ему не подчиняются. Если это банда киллеров, изначально была как банда киллеров, но никто не будет ее держать там 3,5 года, никто не отдает команду убить человека там за 4 года до того, как, то есть, необходимо, значит, эту работу исполнить. И за 2 года не отдает, и за год, блядь, не отдает, да, то есть отдает там, значит, там за месяц, за 2 месяца, то есть дает команду, идите и выполните, правильно? Вот, а если это закладывается на какое-то неопределенное будущее, то для этого как раз есть профессиональная наружка, которая обучена быть профессиональной наружкой, которая не будет палиться вот по такой глупости. Кстати, тоже момент такой, да, что мы можем предположить, что вот эта самая служба по борьбе с конституционным строем не следила за Навальным. Наверное, не можем, правильно? А, значит, выявленные эти самые фамилии, они все были, значит, из третьей службы, в которую входит этот самый НИИ криминалистики. Значит, каким-то образом люди другие, они были лучше замаскированы, лучше спрятаны, да, лучше законспирированы. Это вот эти, значит, таким образом подставились, а те, значит, нет. Ну, тоже здесь в этом есть определенный элемент непонятности и нелогичности. Ну, ладно. Ну, три с половиной года, значит, вот этих самых бойцов держат, и, значит, почему-то они должны не пропалиться, не будучи профессиональными филлерами, которые осуществляют, соответственно, наблюдение. Ну, тоже уже это там странно и непонятно и нелогично. Но, все равно три с половиной года они за человеком смотрят. И за это время, то есть, они не знают, как Навальный говорит, например, как он изъясняется. У него же настолько характерная речь, это, ну, не говор, но интонационно. Но поставлена, она профессионально поставлена. Да, и на этом видео он не пытается этот свой выговор никаким образом скрыть. То есть, нету даже попытки это сделать, да. То есть, он говорит, как обычно, соответственно, говорит Навальный так же, как он начитывает свои ролики. С подачей. Да. Да, с интонациями, с ударениями, там, значит, и все прочее. И, типа, человек этого вообще никак не замечает. Окей, значит, но у Навального был, как они, как он сам говорит и как говорит Христа, которому вот я доверяю там на 100%, который рядом с ним находится из Беллингэта, да, значит, что они до этого совершили первый звонок. И тоже, значит, был Навальный этому там, Александрову. И он его сразу узнал на первой секунде и сказал, нет, значит, мне это не кто-то там звонит, а, значит, это вот Алексей Анатольевич. Вот. То есть, они знали, что, то есть, Навального узнают. Но они не попробовали на следующий звонок заменить Навального на кого-то, кто не узнаваем, да. То есть, вот. У них нету больше ни одного сотрудника мужского пола в ФБК, да, для того, чтобы, там, ну, не подвергать свою собственную операцию угрозе срыва. Они тоже такие же идиоты, как ФСБшники тогда, значит, получаются. Это два идиота, да, то есть, одни с одной стороны, другой с другой стороны. Одни не узнают, а другой, то есть, почему-то считает, что его должны не узнать. Ну, тоже в этом, как бы, есть какая-то странность и нелогичность. То есть, это означает, что, там, мы наблюдали определенный шоу-бизнес, да, а не, значит, операцию по раскрутке языка, да, то есть, как это, соответственно, было подано в этом самом ролике. Ну, и да, далее, и тому подобное. Можно вот идти по всему этому расследованию очень долго, да, и, значит, все это говорить. Еще раз скажу, что у меня нету просто ни малейших сомнений в честности и добросовестности журналистской группы расследователей, да, которая возглавлялась Биллингэтом. Я их бесконечно уважаю, я считаю, что это классные ребята, то есть, и все они правильно делают, но при всем при этом нету никаких оснований считать, что им не могли подобные сеты данных подставить, то есть, просто скормить, соответственно, российские спецслужбы то, что они хотели, да, то есть, создать всю эту легенду, соответственно, вокруг этой группы и тем самым верифицировать то, что необходимо вбросить в публичное пространство, значит, с помощью вот таких уважаемых и авторитетных людей. Зачем это нужно, я не знаю. У меня на данный момент нет ответа, хотя в предыдущих наших разговорах мы говорили, что есть абсолютно четкое ощущение и не более ощущение, а, в общем, такая политологическая уверенность, да, что несколько вбросов, которые происходили подряд за последнее время по Шамалову, значит, по Ковальчуку, дочерям Путина, этим, значит, его этой барышне, этой кривоногих, там, и так далее, очень сильно выглядит как звенья одной цепи. Ну, и есть еще несколько таких вещей, на которые можно посмеяться, но я вот такие вещи верю, потому что я верю в оговорки по Фрейду, да, то есть, когда человек внутри себя в голове что-то конструирует, у него это часто прорывается. Вот, смотрите, там у Путина, Путин отвечал на вопрос по поводу этих расследований, тоже в пакете, и ему это задал в пакете Life.ru, это самый близкий, там, сливной бачок Кремля, то есть, понятно, что этот вопрос сам Кремль написал для того, чтобы, значит, ему это задали, и именно они думали, как его так сформулировать, чтобы это было, значит, для Путину комфортно, и они сами объединили все эти расследования в один вопрос, они не делали это, значит, там, несколькими разными вопросами, хотя, в принципе, это было бы сделать абсолютно разумно, но они сами его скомплимали вместе. Это один такой маленький, значит, но вот штришочек-звоночек, а другой штришочек-звоночек, это совершенно замечательный выбор Навальном имени помощника Патрушева, которому он звонит. Да, Максим Сергеевич, это давний визави Навального тесак, которого только что убили в тюрьме, вот, он Максим Сергеевич, довольно редкое сочетание, значит, имени и отчества, да, и люди, которые в этой среде неонацистской, там, тот же, который Навальный там общался, да, националистической, крутились, у них сразу первая сация, которая возникла, это прям, это не я придумал, я этого не знал, да, то есть, вот, я просто посмотрел в Фейсбуке, у меня там 10 постов было в разных, значит, местах людей вот из этих, значит, националистов пишут, о, Навальный это взял фамилию, не фамилию, не фамилию, имя отчества Тесака, да, значит, а Устинов, это ближайший соратник Игоря Сечина, там, очевидного для Навального источника важного информации, который ему неоднократно сливал, это фамилия бывшего генерального прокурора Российской Федерации, как раз периода, вот, Сечинской атаки на ЮКОС, и поэтому я тоже думаю, что это откуда-то вот здесь вот всплыло, алло? Да-да-да, слушаем тебя, немножко, на секунду пропал, да? И я тоже думаю, что вот эта вот фамилия Устинов, она тоже всплыла откуда-то, соответственно, из подсознания, но, наверное, Навальному хотелось взять какую-то фамилию звучную для того, чтобы, опять-таки, если воспринимать за чистую монету желание раскрутить собеседника на откровенность, то надо бы, даже там в России сейчас очень сильно вся эта семейственность, родственность, там, значит, и вот эти вот фамилии, там, Патрушев, Устинов, Иванов, да, то есть они тут же вызывают ассоцию, что это вот там дети, дети, значит, больших начальников, да, и, соответственно, с ними надо разговаривать, поэтому я думаю, что фамилия Устинов, она родилась из этого, но, тем не менее, опять-таки, это же вот это вот на корочке работает, да, то есть, соответственно, вот эта вот связка, значит, Тисака и Сечина, да, она, значит, вот у человека актуальна в голове, откуда он ее вытаскивает. В общем, все это крайне интересно, и я думаю, что это предмет очень серьезных размышлений на будущее. Да, у меня вот сразу здесь вопрос есть по поводу, значит, того, что, возможно, Алексея Навального и, значит, его команду использовали в темную, то, что ты говоришь. Или не в темную. Вот в данном случае, скорее, так нельзя сделать темную. Я всю жизнь защищал Алексея Навального от обвинений в том, что он работает на спецслужбе, да, но я его всегда не любил, не люблю и считаю опасностью для России, но, согласись, и ты мне задавал эти вопросы, я всегда на них отвечал таким образом, что я не верю в то, что Навальный со спецслужбами работает. Но вот этот звонок, он серьезно поколебал мою в этом уверенность, просто серьезно. Потому что он не шифровался. Просто если дело не в том, что он напрямую, возможно, работал, да, но, возможно, их использовали, подложили все это им, да, для того, чтобы это как-то было использовано. Ну, тогда вопрос такой. Люди, которым они звонили, это настоящие сотрудники ФСБ, фотографии, которые нам показали, или все-таки это тоже какие-то куклы? Я не знаю. Ну, то есть, наверное, чисто с точки зрения корпоративной этики, там, палить настоящих сотрудников трудно, да? И, кроме всего прочего, мы же видим, что их легенды, они всюду сконструированы на скорую руку и крайне плохо сконструированы. Я хочу сказать, вот мы очень много тоже на эту тему в сетях было рассуждений, что вот, типа, значит, российские спецслужбы, они такие халтурщики, значит, что наскоро делают вот эти самые личности, да, легендируют своих сотрудников. Вопрос, а нахера легендировать сотрудников, которые работают внутри России? Вот, нахера этому Александрову там и так далее вообще в принципе придумывать какие бы то ни было легенды? Они же внутри страны работают и летают. Какая разница, под какой фамилией они летают? Зачем надо там делать какую-то особую прописку и так далее? Это же все внутри страны происходит. Я понимаю, когда делается легенда сотруднику ГРУ, которая летит на Запад. И там, соответственно, чужая спецслужба будет его пробивать. И тогда надо, соответственно, делать легенду. Но это-то происходит внутри страны. Зачем в принципе нужна легенда? Значит, если конструируется легенда, то она может конструироваться только с одной причиной, что изначально они думали, что кто-то внешний будет этих людей пробивать. Не они сами, не российская там полиция, ФСБ и так далее, а кто-то совершенно внешний. Значит, эти легенды, они на это рассчитаны. А кто может быть внешний? Поэтому я и считаю, что это очень похоже на действительно такую вот куклу, упаковку, которая изначально предполагалась под какое-то заклание. Кем и что это, это другой вопрос, да. Но действительно выглядит, что зачем это делалось. Потрясающе. Если принять во внимание все то, что ты сейчас говоришь, как ты считаешь, Владимир Владимирович реально знает, что это все могла быть глубокая какая-то, я не знаю, многоходовка что ли? Ну, вот опять-таки, исходя из всего этого, если говорить там, скажем, действительно, что Навального хотели убить, если эта версия является правильной, то ее Путин мог знать, мог не знать. Практически я бы сказал, что ситуация, с моей точки зрения, равна вероятна. То есть, безусловно, приказ отдавался в ближайшем окружении Путина, тут как бы никаких там сомнений нет, да. Но отдавался ли он лично Путином, это как бы мы гадаем, да. То есть, у нас нету на это ни данных, ни даже логических соображений, да. То есть, есть люди, которые говорят, что это слишком важный вопрос. И поэтому только Путин мог принять это решение. Но это если предположить, что там, значит, Путин действительно считает Навального какой-то стратегической угрозой, в это я не верю, что он его таким считает. Ну, действительно, если бы он это делал, он бы имел возможность его устранить много раз до этого, и ему не надо было там делать какие-то сложные шаги. Если это реальная угроза, которая реально угрожает его власти, он войну начал с Украиной для того, чтобы ликвидировать, не даже не ликвидировать, а просто укрепить, да, свое внутриполитическое положение. Что он в этой ситуации не может там послать Кадырова, то есть, стрельнуть, значит, Навального, а потом сказать, о, это там, обреки, значит, какие-то кавказские и дикие сделали, да. То есть, да легко он это может сделать. Потому что о чем мы, собственно, говорим? Такой сложный способ изобретать. На это должна быть соответствующая причина, вот. И причина, которую говорит Навальный о том, что можно было потом сказать, что, то есть, типа, ну, нет, это отравления не было, и там отрицать сам факт убийства, ну, опять-таки, я не понимаю, зачем это Путину нужно, опять-таки, перед кем он собирается так оправдываться, чтобы отрицать вот эту историю. То ли убили, то ли не убили. Нет человека, нет проблемы, да, то есть, ну, даже если он, Немцова, соответственно, застрелили, ну, то есть, народ там вышел несколько раз на митинги, да, и потом приносит цветы на место убийства. Ну, и все как бы, и вот то же самое было бы в этом самом случае. А что еще могло бы произойти, да, то есть, если бы Навального просто бы застрелили на улице? Нет, значит, это какая-то должна быть другая причина. Ну, может быть, действительно, по какой-то причине это решил Путин, да, может быть, нет. Но если предположить обратную историю, то, что я сейчас говорил, как версию, да, что это вся история изначально как раз операции российских спецслужб, и они таким образом скармливают мировому сообществу определенную, и российскому обществу, да, то есть определенную телегу, связанную с Навальным, то есть они укрепляют его внутриполитическую позицию, они как раз позиционируют его вот как лицо оппозиции, и фактически стараются убрать все остальные оппозиционные силы с поля, создать вот такую дихотомию, что либо Путин, либо Навальный, да, то есть они, ну, там, это, по-видимому, тогда является этой задачей. То, конечно, такая вещь, потому что это чисто политическая операция, да, она может идти только от вождя. И ее без прямой команды Путина, соответственно, провести невозможно. Но опять, и учитывая его чекистское прошлое и способ его мышления, вот такая операция, она, на мой взгляд, на 100% в его психотипе находится. По-моему, и я легко могу поверить, что вот такая команда могла быть отдана лично Владимиру Владимировичу. Слушай, я, если честно, в восторге, как складывается наш разговор. Я тебе объясню, почему я взял в руки телефон. Один из наших постоянных зрителей, самых активных, Джани, он, значит, попросил задать тебе два вопроса. И, значит, первый вопрос я его оставил, заготовил, а второй вопрос я решил, что задавать его тебе не буду. Но вот сейчас, вот в контексте разговора и вот последнего, крайнего тезиса, который ты только что сказал, вот я тебе дословно читаю то, что у меня написано в телефоне и как Джани сформулировал вопрос для тебя, который я не хотел задавать сегодня в эфире. Цитирую. После недавних протестов в России появились новые оппозиционные лидеры типа Жукова, Соболь и так далее, которые способны консолидировать вокруг себя оппозиционно настроенных граждан РФ. Можно ли предположить, с учетом будущего мнения по поводу того, что Навальный проект Кремля, что история с его отравлением – это удачная попытка сбить внимание с оппозиционных лидеров, которые представляют реальную угрозу для власти? Да, я именно это только что и сказал, что если это моя версия относительно того, что эта операция российских спецслужб верна, то именно это является задачей. Потрясающе, правда? Да. И тогда просто, на мой взгляд, их можно поздравить с большим успехом. Слушай, можно говорить об этом бесконечно, предлагаю двигаться дальше, но будем оставаться в этом контексте, но можно говорить бесконечно, ты безумно интересно рассказываешь, но надо двигаться. Друзья, не забывайте прямо сейчас подписаться, нажать кнопку подписаться, поставить лайк, для нас это очень важно. Двигаемся быстро дальше. Дело в том, что Навальному готовят дело о госизмене, об этом уже поговаривают, и произвучало несколько заявлений о том, что действия Навального оценят специальные правоохранительные органы. Навального собирается выгнать из страны? Ну, посмотрим. Это, конечно, было бы достойной вишенкой на торте, да? В контексте того, что только что мы обсудили. То есть, с одной стороны, его актуализируется, с другой стороны, на всякий случай, чтобы его еще и в стране не было. Но я думаю, на самом деле, мой прогноз, что он вернется. И как раз это тоже является прямой иллюстрацией того, кто стоит за всем происходящим. Потому что мы уже видели же, про него несколько уголовных дел, которые возбуждались, приговоры условные, никто никуда не садится, да? То есть, это как бы накапливается, долги накапливаются, что угодно накапливается, да? Но, тем не менее, человек на свободе имеет полную возможность действовать так, как он считает необходимым. Вот. Ну, и возврат в страну, когда ты знаешь, что там против тебя отдано приказ на убийство. Ну, просто что может остановить, значит, Путина? Да, вот этот аргумент, что ну вот теперь-то после всех этих разоблачений с него будут пылинки сдувать. Я извиняюсь, если эти разоблачения правда, то как раз вот никто никаких пылинок сдувать в этой ситуации не будет. Потому что уже все известно. Ну, так от того, что, то есть, они доведут это дело до конца, ну, никакой разницы нет. И не зря в этом смысле немцы, которые как раз, в отличие от российской либеральной тусовки, значит, которая все вот так вот это воспринимает на веру, да, значит, у них мозг-то явно есть, и именно такой спецслужбистский. Именно поэтому, если это правда, то, что говорит Навальный, то его надо там охранять, как зеницу ока, потому что ничто не мешает Кремлю в этой ситуации довести дело до конца. Поэтому они его там охраняют, и там, значит, приставили соответствующие силы и так далее. Потому что они понимают, что эта опасность, она абсолютно реальна, и никто с него никакие пылинки, значит, сдувать там не собирается, да, если, опять-таки, если это правда. А если это неправда является, там, спецслужбистской операцией, да, и вот такой вот легализацией, то тогда, конечно, он может возвращаться, получать еще уголовное дело за госизмену, получать, не знаю, там, уголовное дело, там, за убийство, не знаю, Григория Распутина или еще чего-нибудь, да, то есть, вот. Но любые совершенно фантастические составы уголовных дел, потому что, ну, они будут просто в этой ситуации поддерживать вокруг него информационный фон, но ни одно из них не приведет к реальному заключению. Потому что если просто говорить, опять-таки, вот в этой ужасной циничной терминологии Путина, да, то есть, типа, хотели, убили бы, да, то есть, то, ну, именно что хотели бы его устранить, убили бы, а не сажали бы в тюрьму, где, значит, он будет живым символом протеста, и там, это повод для всех требовать его освобождение и постоянно, значит, бурлить. То есть, если задача его устранить, то, конечно, убить проще, чем, там, посадить в тюрьму. И в этом контексте очень, я не знаю, смешно или не смешно, но цинично звучит, да, вот именно то, что Путин мог в этом контексте сказать чистейшую правду, что если бы хотели бы убить, то убили бы. То есть, он сказал это абсолютно искренне, и что не есть правду. Ну, на самом деле, когда он говорит подобные циничные вещи Путин, да, я считаю, что чаще всего он говорит правду, потому что это, как раз, та вещь, которая у него прорывается с его чекистского подсознания, да, и это вот эти вот все шуточки там проотрезать, да, то есть, и, а вот этот тезис по поводу того, что это нам невыгодно, это тезис, который у него уже не один раз поднимался, так же, как первый раз, по-моему, это прозвучало в случае с Анной Политковской, да, то есть, что мы ее не убивали, потому что мертвая, она нам приносит больше вреда, чем живая, да, то есть, по-моему, такая была его, значит, фраза. Ну, то ее действительно убил Кадыров, да, и его люди, как потом показало, соответственно, расследование. Ну, я думаю, что когда вот Путин такие вещи говорит, я думаю, что это прорывается то, что он думает на самом деле. Ну, и чтобы потихоньку закрывать именно этот кейс, была задержана сегодня Любовь Соболь, значит, был, она юрист фонда борьбы против коррупции, да, Алексея Навального, был задержан режиссер Манский, да, который вышел на протест, значит, под Федеральную службу безопасности, здание с трусами, значит. Но это хайп, правда? Ну, это как раз с точки зрения логики технологической, да, оно очень хорошо вписывается в версию про легализацию, потому что Виталий Манский, человек с безупречной репутацией, Люба Соболь, безусловно, восходящая звезда оппозиции, и то, что, как бы, их имена связываются с этим делом, ну, то есть, как бы, если к Навальному есть какие-то у кого-то претензии о том, что, а вот там, не агент ли он, да, то к этим точно таких претензий нет. И только эти имена связываются, да, они своей репутацией вытаскивают все дело. Это та же причина, по которой, соответственно, там, Беллинкет легализует всю историю. Было бы вот это расследование произведено силами самого Навального, его там, ФБК, доверие бы к этому было бы там, ну, в половину бы ниже, чем к Беллинкету. А учитывая, что Навальный же человек крайне ревнивый с точки зрения, там, славы, вот, каких-то этих самых результатов, то то, что он поделился этим с Беллинкетом и с инсайдером, как раз говорит о том, что он понимает, что ему необходимо дополнительное вот это вот прикрытие, дополнительный уровень легализации этих данных, чтобы потом ему, значит, это не говорили, откуда у тебя соответствующая информация. Поэтому вот и задержание Любы и Виталия, это в том же самом ряду. Я, конечно, очень надеюсь, что их освободят, тем более, что, ну, никакого состава преступлений там нету вообще даже, даже близко. Мне доводилось читать на неделе, чтобы закрыть окончательную тему Навального, мне доводилось читать в средствах массовой информации в российском информационном пространстве о том, что все, что происходит, вот эти цепь событий, атака на Ковальчука, на Ковальчуков и так далее, и так далее, история с Навальным, все это ожесточенная борьба за Газпром. Есть такое, как ты считаешь? Или это все-таки слишком мало? Это борьба за Россию, а не за Газпром. Это борьба за власть в стране. Это Газпром слишком маленькая задача, она решается другими способами, она решается путем внутриаппаратных интриг с самим Путиным, это его личный кошелек, и поэтому это его личное решение. Нет, конечно, это вопрос за влияние в целом и вот за это самое слово «транзит», что будет дальше происходить, какая будет расстановка сил перед тем моментом, когда Путин будет принимать решение о трансформации власти в 2024 году, я думаю, что принимать это решение он будет в 2023, соответственно, остается там два года на то, чтобы расставить фигуры по шахматной доске, и мне кажется, сейчас это вот первые какие-то зорницы этой битвы. Вот, кстати говоря, хотел спросить, почему именно сейчас? Неужели мы стоим на пороге больших изменений? Нет, я думаю, что это просто хронологически так происходит, потому что ровно год назад была активизация уже вот этих самых, значит, дискуссий относительно будущего транзита. И эта активизация внутри элит, под ковром, не выплескивая снаружи, имела такой огромный накал, что Путин инициировал конституционный процесс неожиданно для всех и отставил Медведева, значит, для того, чтобы пресечь эти разговоры. И, конечно, вся идея была то, что вот вести эту поправку о том, что он может оставаться на следующий срок для того, чтобы элитам послать сигнал «Алло, бойцы, да, там, все заткнулись, вот вы меня тут не считаете хромой уткой, а, значит, хочу, буду еще там 12 лет править после того, как срок закончится». Так что расслабились и разошлись. То есть Путину это фактически применение ядерного оружия во внутренней политике, да, то есть вот ему нужен был настолько мощный удар, значит, для того, чтобы люди сказали «О, все-все-все-все, да, то есть сидим на жопе ровно, да». Вот, но прошел какое-то время, это же устремления-то никуда не исчезли, то есть вот там произошла определенная перегруппировка, то есть люди думали, ну вот, соответственно, вторая половина года после того, как приняты эти поправки в Конституции, прошел месяц, и, собственно, пошла активизация вот этого отравления Навального, мне кажется, абсолютно с точки зрения хронологии все очень правдоподобно вот зафиксированы результаты этого недореферендума, значит, плебисцита, да, то есть эта страница перевернута и началась следующая операция. Второе по значимости события на прошлой неделе это пресс-конференция Владимира Владимировича что ли? Показалось ли так тебе это? Ну, ты знаешь, я с упорством, наверное, достойным лучшего применения все пресс-конференции Путина смотрю, и при том, что я, в принципе, никогда не смотрю никакие видео, я люблю читать расшифровки, потому что видео смотреть очень долго, а текст глазами пробежал быстро и как бы все, понял, что люди хотят сказать, да, за очень редкими исключениями, я вот по этому вышел на персональном, я сначала тоже прочитал, да, то есть вот, но придя домой, мне запало там, что, а как вот, как они говорили-то технически, да, открыл и, то есть обалдел о том, что это был лично Леша, причем не просто Леша, а еще и со спикерфона, вот, ну, то есть это надо быть настолько клиническим идиотом, да, чтобы не насторожиться, с того же даже не по телефону говорят, да, а со спикерфона, то есть ты, мало того, что по открытой связи, так и еще ты не знаешь, кто там рядом, вот, это может быть записан и как, ну, то есть, блять, вообще непонятно, то есть вот, что было, вот, если принимать это за чистую монету, то есть, то это надо там согласиться, что человек, который был на линии, он был просто клиническим идиотом, да, то есть вот, а явно он не клинический идиот, да, то есть вот, разработчик химического оружия, да, значит, ну, ладно, об этом уже поговорили, по поводу этой прессухи, мне показалось как раз, что Путин на прошлой своей пресс-конференции год назад, или тогда это была прямая линия, я уже не помню, что там было два формата, у Путина все время два формата, а вот в этот раз он объединил два формата в один из-за этого самого коронавируса, вот, мне как раз показалось, что тогда он был в гораздо худшей форме, чем он был сейчас, то, что он, по-моему, был простужен, что-то такое, ну, какое-то там было вот ощущение человека именно, что отстраненного и, ну, не на пике своей физической форме, да, вот, эта пресс-конференция, она была по контенту, да, не очень яркой, и одним из факторов этого было то, что на самом деле были удалены все журналисты, то есть все, кто ему задавал вопросы, там же, ну, никого не было, кого-то там известного, кто бы хоть какого-то перца во всю эту историю добавил, то есть, по сути дела, за всю пресс-конференцию прозвучало два, там, несогласованных и сравнительно острых вопросов, ну, сравнительно, но даже по масштабам путинской пресс-конференции это было не очень остро, да, это вопрос, который задал Андрей Колесников по поводу Ивана Сафонова, своего коллеги по, значит, коммерсанту, да, по газете, и вопрос, который задал этот Стивен из BBC, да, по международной политике и по холодной войне. Все остальное было вообще просто, то есть, ни о чем мы задавали это люди, которых никто не знает, да, то есть, вот, абсолютные такие, ноунеймы, вот, такой, как маленький штришок, что эхо Москвы, значит, Алексей Венедиктов там написал, мы не успели аккредитоваться на эту пресс-конференцию, алло, то есть, это просто гомерический хохот, да, то есть, про пресс-конференцию, которую все знают там, значит, за огромное количество времени, главная оппозиционная СМИ страны, типа, ой, мы не успели аккредитоваться, да, ну, понятно, почему они не успели аккредитоваться, потому что Венедиктову позвонил его друг Пископ и сказал, то есть, не надо тебе туда ходить, да, то есть, вот, ну, то есть, ой, мы не успели аккредитоваться, да, то есть, вот, ну, на это же была причина какая-то, да, то есть, почему так все происходило, и даже вот эти вот вопросы, которые могли быть острыми, соответственно, они были розданы своим лояльным вещам, и когда Шнур там, он же, конечно, действительно начинающий журналист, поэтому, когда он сказал вот эту фразу о том, что, ну, я вот оставлю вопрос про Навального своим коллегам, ну, опять это говорит только об одном, то есть, он понимая, что, то есть, если ему досталось слово, и он не задал вопрос про Навального, что его потом прогрессивная общественность съест, почему-то не задал вопрос про Навального, то он таким типом, ну, отмазался, что я знаю, знаю, знаю про Навального, но я вот, это почему, потому что ему, очевидно, до начала пресс-конференции сказали, что, то есть, алё, хочешь еще раз туда попасть, то есть, вопрос про Навального ты не задаешь, значит, там есть другой человек, который задаст вопрос про Навального, это же, ну, тоже, это, насколько белыми нитками, значит, крыто, что это там совершенно очевидно, вот, ну, Путин, Он, на мой взгляд, был абсолютно спокоен, уравновешен, всю эту конференцию провел ровно, то, что он знал, что не будет острых неожиданных вопросов, он к ней подготовился хуже, чем обычно, он несколько раз плавал в цифрах, причем в критических цифрах, как, например, там цифры по этим коронавирусным койкам, то есть он там ошибся на порядок, еще в голове думал, то есть миллионы, тысячи, сотни тысяч, там он там перебирал, пытаясь понять, но этот человек вообще в другой реальности тоже находится, а Путин же, он обычно учит наизусть эти самые цифры перед пресс-конференцией, это я просто говорю, человек, который был с другой стороны баррикад, я знаю, как у него идет эта подготовка, он реально там читает и учит, да, то есть вот для того, чтобы уверенно владеть всеми цифрами и показывать себя, значит, хозяином положения в стране, то есть это означает, что он внутри себя был очень расслабленным, да, то есть он не воспринимал происходящее, как что-то для себя критически важное, а оживился он единственный раз как раз на этот вопрос про холодную войну от BBC, когда да, мы белые и пушистые, а вот вы нет, да, мы попадем в рай, а вы нет, да, вот в таком ключе, но это вот на самом деле показывает, что его по-настоящему в жизни интересует. Кстати говоря, почему, вот вопрос, чтобы закрыть этот блок, почему была сделана пресс-конференция именно вот в такую теплую ванну, чтобы он был расслаблен, почему не было какого-то драйва и почему не было острых вопросов, ему надоело разговаривать об этом, он просто устал? Я думаю, что задачи не было, но Путин, все-таки как ни крути, он на самом деле тонкий и грамотный психолог, использует это свои таланты во зло, но действительно его психологические навыки, они очень высокие, он очень качественный, с одной стороны манипулятор, с другой стороны он очень хорошо понимает русский народ. Он его слышит, и он такой вот в архетипе, да, даже со своими этими шуточками и прибауточками, да, то есть кто нас обидит там, тот не проживет, вот это вот он там, то есть он четко попадает в настроение масс. И на данный момент, ну реально у людей, какая проблема у людей, основная проблема, она связана с коронавирусом. И на этом фоне все другие проблемы, они деактуализированы. В этой ситуации говорить про что-то другое, это наоборот получается, ты начинаешь актуализировать другие проблемы, про которые бы ты не хотел бы, чтобы народ помнил. Ты как раз хочешь, чтобы народ понимал, что, ну вот все эти сложности, которые сейчас есть, там, зарплаты, пенсии, там, доходы, безработицы и все остальное, это все коронавирус. А коронавирус, это не наша проблема, да, она к нам пришла извне, но мы вот такие молодцы и держимся. Ну вот, собственно, то есть это надо было послать в качестве месседжа, да, а в этой ситуации, как он обычно там объясняет людям, вот вам кажется, что там, вы стали жить хуже, а на самом деле вы стали жить лучше. То есть, сыпя разнообразными цифрами, ему этого не надо, и это только бы вызывало раздражение, и все, и поэтому он этого и не делал. А международная тема тоже, соответственно, грозить отсель кулаком шведу в момент пересменки власти в Соединенных Штатах, то есть это неправильно. То есть он послал один вот единственный сигнал, который, в принципе, является его традиционным, но он был слегка переформулирован о том, что, ребята, мы не хотели этой холодной войны, мы не такие опасные, мы по там затратам на вооружение только шестые в мире, то есть мы, конечно, у нас тут вот супертехнологии есть, поэтому вы нас не списывайте, но в целом, то есть мы белые и пушистые, поэтому давайте лучше договоримся и как бы закончим все это дело. Ну, то есть в этом же был суть его, значит, послания. И если еще прочесть там между строк, вот один был вопрос, который его явно застал врасплох, это, ну, не острый вопрос, но тем не менее, просто он был для него какой-то такой неожиданный, это был вопрос о том, с кем из мировых лидеров вам легко и сложно. И он так, ой, надо говорить, значит, да нет, они все хорошие, да они все умные, там, то есть вот, ну, у каждого свои особенности, но они там свои, ну, вот разве что Эрдоган, вот Эрдоган мужик, да, то есть вот с Эрдоганом, значит, это классно. При этом он никогда не сказал, что там Эрдоган хороший, Эрдоган отстаивает свои национальные интересы, он реально для России сложный партнер, да, и он под Путина не ложится никогда. Но в то же самое время Россия с ним комфортно взаимодействует, потому что он очень предсказуемый, он действительно отвечает за базар. И вот Путин это, собственно, сказал. Вот мужик, да, то есть с которым мне комфортно и с кем бы я хотел. И он тем самым же посылает сигнал в том числе и американцам, да, то есть какая у самого Путина ролевая модель, да. Вот у Турции, Турция член НАТО, но при этом разборки с Америкой, тоже там санкции, С-400 и все прочее, то есть это такой игрок, который реализует свою собственную модель, да, и при этом консервативный внутри, но в то же самое время все равно принят как часть западного мира. Я думаю, что Путин и Россию видят ровно в таком же, в таком же свете. Ну и чтобы закончить, второй вопрос от нашего зрителя Джани, который я тебе обещал задать. Он касается партии Яблоко и сформулирован он таким образом. Значит, они, партия Яблоко, себя позиционируют как оппозиционная партия, но, как я понимаю, в Думе нельзя присутствовать, если ты не подмахиваешь Кремлю. И к тому же Шнурову нужно платить немалые гонорары. Какой клан или олигахер содержит партию и в каких интересах, если Дума России, по сути, бутафорный орган, который ничего не решает? Ну, смотрите, во-первых, Шнуров — это не Яблоко, это новые люди, да, это другая партия. Нет, это не новые люди, я извиняюсь, это партия Роста. Ну, то есть, это одна из новых партий, да, то есть, вот, но это не Яблоко, да. Яблоко — это партия интеллигенции, и матерщинник Шнур просто стилистически туда бы по-любому бы не вписался, да. Шнур пытается играть на том пространстве, которое когда-то занимало это СПС, да, то есть, вот таких, значит, предпринимателей. Да, Союз правых сил, то есть, таких предпринимателей, значит, интерпренеров, которые вот такие как раз и циничные, там, значит, язык подвешен, ну, то есть, такое свободное пространство. Ну, вот, ну, думаю, что у него на самом деле мало чего получится в этом смысле. Это очень маленький слой, просто маленькая база. Как раз сама партия пытается через Шнура, там, значит, расшириться, чтобы вобрать вот в эту очень маленькую базу еще, значит, вот, там, молодежь, которая просто, которой нравится Шнук. Ну, все равно это очень маленький слой, и они плохо ходят голосовать и все прочее, поэтому думаю, что это будет им трудно куда-либо попасть и куда-либо пройти. Ну, это так. Ну, что касается Яблока, то, ну, это по-любому старейшая партия. Я думаю, что действительно в эту, в Думу ее не пустят, потому что у Путина есть очень простой критерий. В Думе не должны быть партии, которые, вот, это немножко неточная формулировка, которую очень любит, там, либеральная тусовка, значит, что, типа, если ты в Думе, то ты, типа, за Путина. Ты не должен быть там лоялен на 100% от власти, ты можешь сколько угодно ругаться, противодействовать, дискутировать социально-экономической политикой власти и критиковать ее, и Путина можешь критиковать сколько угодно. Но коммунисты постоянно Путина критикуют, да, и СР очень часто критикуют, правительство активно критикует, да, там, и так далее. Но ты должен быть совластью в том, что она для себя считает стратегическими вопросами, что составляют основы и системы. Основы и системы, Путин многократно повторял, он считает вопросы патриотизма, вот, в том виде, в котором он, Путин, этот патриотизм понимает. Вот, поэтому не может быть, там, например, голосование, там, против закона Димы Яковлева, потому что закон Димы Яковлева, он отправлен против, значит, вмешательства Запада в наши внутренние дела. Не может быть голосование против аннексии Крыма, потому что это, значит, наша стратегическая история. Ну, и так далее, вот в таких вопросах. А яблоко как раз, да, оно именно в этих вопросах последовательно занимает позицию антикремлевскую. И, там, при всех проблемах этой партии, я не являюсь ее, там, поклонником и фанатом, но, тем не менее, Григорий Алексеевич Явлинский там постоянно критикует, значит, аннексию Крыма и говорит, что это неправильно. И вот в этих вот, то, что я, там, Димы Яковлева и все прочее, он тоже постоянно занимает светлую позицию, да, не позицию на темной стороне, поэтому яблоко в Государственную Думу не попадет, я в этом абсолютно уверен. Но Путин, тем не менее, не хочет эту партию уничтожать. У него есть какие-то, значит, связанные с ней сентиментальные чувства. Из своего питерского прошлого яблока, как известно же, это в очень большой степени питерская партия, да, и там много знакомых, друзей там и всего прочего. Фанатом, он их держит вот на таком как раз уровне, чтобы у них как раз были деньги, потому что есть госфинансирование, есть там олигархи, которым разрешено как-то, значит, это поддержать и все прочее. Но, насколько я понимаю, основной источник у яблока это именно госфинансирование. Боюсь ошибиться, там, они могут за это на меня обидеться и сказать, что я там сознательно дезинформирую, но то, что оно у них было какое-то время госфинансирование, это 100%. Но у них мало денег, им там все, что надо содержать, это надо содержать свой офис на Ордынке в Москве, там, особнячок, то есть, поэтому бюджет партии не очень большой, я думаю, что людей, которые такие небольшие деньги готовы на содержание давать, там всегда будут, тем более, еще раз скажу, власти не пытаются, значит, перекрыть кислород. Ох, сегодня был потрясающий эфир, максимально скандальный, и я тебе хочу сказать, ну, мало кто, значит, озвучивает те тезисы и те версии, о которых говоришь ты, и это, ну, потрясающе. Друзья, обязательно поддержите нас с Ильей, нажмите кнопку подписаться, поставьте нам лайк, фейсбук, страница Ильи Пономарева, он с вами общается напрямую, 24 на 7. Илья, ну, это было очень круто, спасибо тебе большое, увидимся на следующей неделе, будь осторожен в Соединенных Штатах, хорошего тебе дня, пока. Спасибо.